Девушки отдыхают 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 Когда много начинки Я рада, что ты мне дал Сегодня самую сложную работу Все-таки вычистить мякоть из помидора Легче, чем из лука Если хочешь, мы можем поменять Нет, я очень рада, что могу тебе помочь Тем более с учетом того, что лук Это один из самых твоих любимых овощей Я же помню, как ты на мастер-шефе Просто мучил Мучил своих подопечных Когда заставил их готовить десерты из лука Так, голой таки Теперь мы берем горячую воду Скажешь, когда твоя цибулина будет готова И мы ее опустим в окреп Мы ее бланшируем Завдяки этому она станет не так острою В сотейник я додаю немного олії И выкладываю наши томаты А ось цибулю Обдаем окропом Сюда Прямо кипяток Ну вот как ты думаешь, Эктор Все-таки я волшебная женщина Потому что я не плачу, когда лук чищу Или это волшебный хлеб с молоком мне поможет Ось, я же сказал А, так это нам тоже пригодится? Я хотела уже выбрасывать Залишки цибули нам тоже потребны Все, что мы вырезали Теж станет частью нашей начинки Ух ты, это действительно экономический вариант Потому что мы используем все И делаем это в провансском стиле Мы нагреваем духовку до 180 градусов Ага, она уже у нас разогревается А я готова что-то делать еще Надю, теперь ты можешь вычистить Внутри чашу частину цукини Самое главное, не забывайте Что вот эти шляпки нам тоже понадобятся И от лука, и от помидоров, и от цукини От всего чего угодно Ведь мы можем фаршировать не только такие овощи Но и что-то другое, да? Можно фаршировать будь-якие овощи Я знаю, что украинцам подобается начинять перцы Мы даже с Надей Мехер Ты, конечно, ее знаешь Одна из самых красивых женщин Украины Готовили здесь фаршированные перцы Она поделилась с нами своим фирменным рецептом Поки ты занимаешься цукини Я тем временем на пательню Выкладываю томаты И добавляю чеснок Вектор, у меня сегодня все так хорошо получается Я бы сказал, идеально Как добре, когда хорошая женщина Умеет так чудово готовить, как ты и Надю Ммм, какой же ты молодец Мне кажется, что секрет еще вот в этом Совершенно волшебном приборе Очень удобно с помощью вот этой штуки Вынимать внутренности Дуже, дуже зручно А если нету такой картофели чистки Или овощи Тоді використовуємо ніж И памятайте, вам потрібно робити це Дуже обережно, щоб не порезатись Ну, осталось И снова я? Так Давай, мне нравится А ось верхівки від цукини Ми поки відкладемо сюди Раз уж мы заговорили о красивых женщинах Как тебе кажется, какие профессии самые женские? Ну вот, женщина, с которой ты общаешься Она же будет работать где-то, да? Вот какие женские профессии тебе кажутся очень естественными, благородными? Я знайомился с многими женщинами на работе Например, в Канаде я познайомился с девчиной, которая стала мне хорошей подругой Викладаем цебулю в холодную воду Вона была директором готеля Да ты что? Так И на самом деле мне очень понравилось, как она работает Я знайомился с многими женщинами, которые занимают высокие посадки в уряде Одна, например, была директором галереи мистецтв в Канаде Ты называешь женщин, которые занимают руководящие должности А у тебя была ситуация профессиональная, когда у тебя была начальница женщины? Звучит Женка была главным менеджером готелю, где я працював шефом Если я правильно помню, Эктор, все закончилось тогда романом у тебя с этой женщиной Нет? Мы флиртували, как и сейчас, но это не переросло ни в роман, ни в стасонки Ах! Но у тебя очень современный взгляд на женщин Ты, наверное, не будешь запрещать своей жене работать и говорить ей Сиди дома, жди, когда я вернусь Нет Если моя дружина захочет працювать, нехай працюй Если она захочет сидеть дома, нехай будет дома Это ее выбор Додаем орегано Так, специи пошли Темьян и розмарин А можно какие-то другие использовать? Конечно, вы можете использовать свои любимые специи Это и преимущества для вас Мы можем в начинку додавать все за своим вкусом Но сейчас мы готовим за классическим рецептом, как делают в провинции Мне кажется, получается такое довольно сельское блюдо Вот так и просится, чтобы приготовить его на природе Так, можно и на природе Ну а ты для своих друзей, для близких Что это за блюдо, которое ты готовишь на природе обычно? Я тебе рассказывал, в Канаде у меня есть свой дом И там поруч великое озеро и лес Я люблю влаштовывать там барбекю для друзей Но у нас есть такое понятие в Украине, как дача То есть это дом, который есть помимо квартиры, основного жилья И туда выезжают, но там не только отдыхает Эктор Многие украинцы там работают Есть же огород, где посажены овощи Деревья, где висят фрукты Все это нужно обрабатывать Ты таким занимаешься? Ты знаешь, у меня, в моем доме, в Канаде Есть невеликий город И я всегда мечтаю Розводить тварин Но для этого нужно больше времени А у меня его нет Так что пока это только моя мечта Может, в будущем я стану хорошим фермером Нема ничего вкусного, чем собственная родина А ты знаешь, Эктор, что я умею корову доить? Те это видели, правда? Так? Да? Ну ты бы хотел, чтобы у тебя корова жила Свежее молоко всегда Или лучше гуси Так, я заведу обовязково Або овечко, або козу Чтоб завжди в дом, або свежий сын Серьезно? Тебе ж можно тогда, получается, приобрести в Украине Загородный дом И осуществить эту мечту Надю, я думал на это А почему же нет? Но думаю, что дача появится, когда я найду ту единую И, ну, чтобы на даче работал Чтобы было кому работать на даче? Не, хотя самому на даче нудно Треба там бути с дружиной Нет, ну, конечно Ой, Эктор, я уверена, что если ты пригласишь вот нас всех Мы с удовольствием поедем к тебе на дачу, правда же? Так, кто хочет поехать за мной на дачу? Никто Ось, бачишь, Надю Добре, а теперь я хочу, чтобы ты скуштувала трохи на даче С удовольствием Пока я тут разговариваю уже к овощам, практически готовым со специями Эктор добавил фарш Не только фарш Я добавил чесник, овощи, розмарин, чебрець, сель, перець И добавил шматочок шинки Все это мы обсмажили на оливковой оливке А ты же знаешь, Эктор, как мы любим добавлять повсюду сальцо Можно ли было вместо ветчины добавить, например, сало с прорезью Такое мясное? Конечно, что можно И это сделает начинку больше соковитою Как ты думаешь, нужно больше соли? Мне кажется, достаточно Да, очень вкусно Настолько сочный этот фарш, благодаря тому, что там овощи Ну, я так понимаю, что мы туда еще и хлебушек с молоком добавим Мы выкладываем нашу начинку Если у вас будет набагато больше часа Варто дать м'ясо охолонути и лишь после того додать хлеб, размоченный молоцем Самое молоко допоможе нам сделать начинку более нежную У нас она получится такая более сплошная Если бы один фарш был, он бы так и был весь отдельно, да? Для этого мы добавляем или чтобы она более воздушная стала? Хлеб надает начинке потребную густину Для этого мы могли бы добавить и борошно, но правоянские женщины использовали сами хлеб или сухарь Додаем 50 грамм сиру пармезан Або любого другого твердого сыра, который есть под рукой Посмотрите, как вкусно у нас вышла начинка И добавим еще яйца, чтобы в готовом виде фарш не разваливался и держался куба И начинки-то у нас смотрите, как много получилось А начиналось все с остатков фарша или небольшого кусочка мяса Теперь будем начинять наши овочи Если хочешь мне помогать, я дам тебе половину, а сам зафарширую и другие Робим это очень обережно Как приятно здесь обнаружить кусочки ветчины Или жареного сальца, если бы вы выбрали сало С салом было бы тоже очень вкусно И что мне еще нравится в этой закуске, что здесь много овощей До речи, можно сделать начинку абсолютно вегетарианскую Замесь мяса у фарш додати больше овощей А чтобы овощи вот хорошо соединились в начинку, тоже нужно использовать молоко, хлеб и яйцо, да? Так, так Как у тебя? Виходит? Добре Это очень легко приготовить, когда к вам пришли гости Вот теперь одягаем капелюшки на наши овощи Мне очень нравится, что обычно мы как фаршируем овощи Сегодня у меня фаршированный перец Или я готовлю фаршированные помидоры А тут я для себя совершила маленькое открытие Можно сразу все фаршировать Начиняти можно будь-якие овощи Например, баклажин Так А теперь добавим немного оливковой овощи Сверху на овощи Адже мы будем ставить их в духовку, разогретую до 180 градусов на целую годину Если мы не добавим немного оливковой овощи, овощи будут сухими Отто ж, это важно додать оливки и немного соли Зверни внимание, что специи мы добавили только в фарш Овощи не приправляли ничем За годину в духовке овощи просягнуть соком фаршу, не берут смаку и закуска будет не перевернула Ставим в духовку Целый час фаршированные овощи будут находиться в духовке, разогретой до 180 градусов Но для нас с вами время прилетит очень быстро Сегодня Эктор раскрывает для нас тайны особой французской закуски Фаршированные овощи Уже целый час они готовятся в духовке при 180 градусах Наверное, готовы? Они уже готовы И можем смеливо их вынимать Красота Надь, дивись, насколько все зручно Мы можем выкладывать овощи в большую тарелку Прикрасить базиликом И вот готова закуска для святкового стола Скажи, Эктор, а вот мы же очень любим, когда отправляемся на дачу готовить шашлыки Можно ли шашлык, который остался, использовать как начинку для этих фаршированных овощей? Ну, звичайно Но давай сначала скуштуй, что тебе сподобается Пропоную начать с сибули, которую ты не могла уявить в фаршированном виде В чем я сомневалась? Есть еще один момент, который у меня вызывает интерес Все-таки овощи-то у нас разные Помидор мягкий Цукини потверже А лук еще тверже Почему они готовились у нас одно и то же время? Саме тому я бланшировал цибули в укропе Щоб овощи приготовились одночасно Точно Для приготовления фаршированных овощей по-французски нам понадобятся Помидоры, цукини или кабачки, репчатый лук, мясной фарш, ветчина, хлеб, молоко, чеснок, оливковое масло, тертый пармезан, яйцо, соль, перец и специи Замочить хлеб в молоке Вырезать верхние части каждого овоща внутренности и оставить шляпку Бланшировать лук в течение 10 минут в горячей воде Овощи и чеснок обжарить в растительном масле Добавить фарш, соль, перец и жарить еще несколько минут Остудить Затем добавить хлеб, яйцо, сыр, специи и хорошо перемешать Этой смесью нафаршировать овощи Сверху накрыть шляпкой от овощей Выложить смазанный маслом противень и запекать 1 час при температуре 180 градусов Надю, те, что у нас на столе, нагадує мені Прованс Я минулого року був три месяца в Провансі Я відвідував Шато Д'Ор, где жив Кристиан Д'Ор И я вспомнил, в той час, когда я там был, это березень-квитень Зазвичай, багато овощів И вони приготовили мені щось дуже схоже на ось цю закуску Ну а мне, Эктор, это напоминает обещание пригласить нас на твою дачу, как только она появится здесь, в Украине Так, фаршированный лук Мы знімаємо капелюшок Подивайся тільки на цю начинку Очень аппетитно выглядит Полностью приготовилась начинка И я хочу сейчас попробовать лук А я хочу скуштовати томат Нужно попробовать все Так, вот он лук Мягкий запеченный лук, Эктор, это действительно вкусно Извини, что я сомневалась Я навіть не знаю, чому Ну, я не удержусь и попробую еще и фаршированный цуккини, потому что я очень люблю кабачки и цуккини На этот раз фарширую Належно, что было зручнейше, поверни его в поперек и порежь Волшебно? Бачишь, я хлеб с молоком зробил начинку більш някою и соковитая Да, более нежная, чем обычный вкус фаршированных овощей, к которым мы привыкли И очень здорово, что мы практически не потратились И я попробую помидор Да, конечно Какий тебе овощ наибельше спотовался? Томат, цебуля, цуккини? Наверное, это ты удивишься Лук Всегда хочется попробовать что-то новое Оригинальное, фаршированный лук для меня сегодня Это новинка, очень вкусная новинка Как только вы научитесь готовить эту французскую закуску Вас можно будет по праву назвать самой экономной и изобретательной хозяйкой И ваши родные это, безусловно, оценят Спасибо тебе Будь ласка